Добрый вечер, в эфире программа Журсовет. Меня зовут Надежда Ведерникова и со мной сегодня в студии работают мои коллеги Светлана Халявина и Ирина Сырцева. И сегодня у нас в студии гость, региональные представители отряда Лиза Алерт в Кировской области Александра Яковкина. Здравствуйте. Добрый вечер. 25 мая будет отмечаться Международный день пропавших детей. Повод, конечно же, невеселый, но тем не менее молчать об этом нельзя. Дети пропадают и в Кировской области в том числе. И на днях агентство Реоновости опубликовало рейтинг самых таинственных исчезновений людей в России. В рейтинг попала в том числе Кировская область. Это исчезновение братьев Кулаковых в Апаринском районе. И сегодня мы поговорим об этом в том числе и о пропаже детей в целом. Напомню, что трагедия произошла почти пять лет назад в поселке в Апаринском районе. Тогда двое братьев Сережи и Вова ушли в лес и до сих пор они не найдены. Тогда детей искали всем миром. В Кировскую область приезжали сотни волонтеров со всей страны. И давайте вспомним, как это было и посмотрим репортаж 2013 года. За развитием событий в поселке Речном в последние дни следит вся страна. Ищет милиция, пожарные, охотники. А еще пропавших братьев Кулаковых разыскивают сотни волонтеров. У добровольца Ильи Шамова отличное зрение, поэтому сегодня он дежурный по воздушному поиску. Ни на секунду не отрываются от окна, боясь пропустить детские фигуры. Сложности были в том, что просматривать высокий лес. Где низкий лес, там очень хорошо все просматриваться и легко можно было бы заметить, если бы были бы они там. Каждый день число добровольцев растет. 80-200. В последние дни насчитывают 350 человек. Увидев в интернете призывы о помощи, главный инженер строительной фирмы бросил все дела. За 10 минут собрал походный рюкзак и помчал на машине по бездорожью. Прочитав, зацепило за душу, потому что у самого трое детей. А тут такое, что дети уже в принципе три ночи в лесу одни. Волонтеры работают вахтами, сменяя друг друга. Возвращаясь из леса, они буквально падают от усталости. Школьный спортзал превратился в одну большую спальню, где на ковриках смотрят сны непременно с хэппи-эндом. Занимаюсь горным туризмом, являюсь мастером спорта, но сегодняшний день меня изрядно измотал, потому что мы практически сутки не спали и как только приехали, сразу пошли в поиск. И эти 20 километров по болоту, под дождем, это достаточно серьезная грузка. С первыми солнечными лучами волонтеры вновь отправляются в тайгу. Этой группой пожарных сегодня руководит доброволец из московской организации «Лиза Алерт» Владимир Боков. Если что-то видим подозрительное, сразу кричим «стоп», любые вещи, оставленные на дороге, там что-то, следы. О том, кто и как ищет потерявшихся людей, Володя не задумывался до тех пор, пока беда не постучалась в дом его знакомых. Пожилого отца близкой подруги нашли на седьмые сутки. Находят, бывает, через неделю люди живые, в общем, ничего. Так что шансы всегда есть. В поисках потерявшихся ребят люди преодолевают метр за метром, уходя все дальше в лес. С фонарями они работают даже ночью. Время бежит неумолимо, и оно работает против детей. Сегодня уже пятые сутки, как они ушли из дома. Как пропали, не было дня, чтобы я не плакала, не переживала сильно. Сколько таблеток уже съела. Хожу с валерьянкой, корвалол. Я очень благодарна всем вам, что прилетели с полстраны участвовать в поисках малолетних детей. Вдохновившись примером волонтеров, сторожила поселка Валентина Шарова тоже решила внести свою лепту. Этой ночью она готова разместить группы добровольцев. Специально сходила в магазин, чтобы было чем угощать людей, для которых нет чужих детей и чужого горя. Анна Новоселова, Алексей Юферев, Бюро новостей, ДАВИЧ. Александра, на каком этапе сейчас находятся поиски детей? Активный этап поиска завершен. Он был еще завершен в ноябре 2013 года. И после этого отрабатывались все поступающие свидетельства, отрабатывались различные версии того, что мальчики в лес ушли, и того, что они могли попасть в другой регион каким-то образом, и того, что это какая-то криминальная история, и даже родители, что они причастны к этому, тоже отрабатывались. Но на данный момент, еще раз повторю, активность поиски свернута, и отрабатываются такие в плановом режиме различные версии, различные свидетельства, возможности какие-то проверяются. Но, к сожалению, пока таких не прошло. Даже пять лет спустя, получается. Поиск не завершается, пока не будет найден человек. А такое вообще в вашей практике? Были такие случаи? Вот прошло пять лет, и действительно, как Надежда сказала вначале, это происшествие, если так можно назвать, попало в топ самых загадочных. То есть нет ни детей, ни тел. В отряде чуть поменьше, немножко пяти лет. Четыре с небольшим. На моей памяти такой большой срок, конечно, не случался еще, но тем не менее, бывало, что находился человек через два года, например. Живой? Да, живым. Но не ребенок. В нашей практике, нет, не ребенок, в нашей практике было, когда молодой человек нашелся через шесть месяцев после пропавшей. То есть, в принципе, чудеса случаются, очень хочется верить. А что? Где эти люди, которые вы примеры ситуации назвали, где эти люди были? Ну, один человек уехал в другой регион, потерял память, там, не просто, напросто, очень долгое время был, числился как неизвестный просто. А потом, когда догадались обратиться в отряд, сделали репост, большое информационное оповещение, нашлись родственники, забрали его дома, они считали его пропавшим. Ну, то есть, идет по, у вас межрегиональное такое между собой сотрудничество, по всем регионам идет рассылка, да? Конечно. Потому что часто бывает так, что человек в другой регион уезжает, например, и требуется там распространение. Но если мы пока говорим именно о братьях Кулаковых, вот скажите, версии на самом деле до сих пор три, по-моему, да, или четыре даже было озвучено, то, что звери, ну, как-то, да, что-то... Ну, несчастный случай в лесу. Утонули, версия с маньяком была озвучена, и еще какая-то, по-моему, может быть, я не помню. Вот как вы больше к какой склоняетесь? Может быть, ваши коллеги из отряда? Какие версии были? Я не поддерживаюсь никаких мистических версий. Здесь ребят видели в последний раз уходящими в сторону леса. То есть, на мой взгляд, наиболее вероятность все-таки, что это какое-то происшествие в лесу. Тем не менее, дороги там есть, и могло случиться так, что они каким-то образом оказались в другом месте, в другом регионе. Вероятность мала, но тем не менее она существует. То есть они могли самостоятельно уйти, сознательно абсолютно? Вероятно, самостоятельно. Сознательно? Психология детей, она очень не похожа на психологию взрослых. Предсказуемо. Да, непредсказуемо совершенно, что могло произойти. Можно предполагать что угодно, но данных недостаточно, к сожалению. А что за мистические версии были? Ну, дело в том, что есть такая информация, что там за день до пропажи детей пропал еще врач местный, который до сих пор так и не найден. В смысле, инопланетяне? Дело в том, что там действительно пропадал еще один человек, но он был найден, найден погибшим, там просто замерз. Ага. Он шел в лес так же, да, человек? Нет, не в лес просто, недалеко от места жреца своего. И по какой причине смерть произошла не установлена, да? Насильственной смерти нет. Но ведь лес проверяли тщательно. Да, огромное количество людей прочесывало. Прочесывало много людей, но ведь и дело в том, что там очень много болот, а болоте местности, оно всегда опасно, то есть там может случиться что угодно непредвиденное. Но тем не менее, еще раз говорю, что отрабатывается до сих пор и в других регионах, размещается информация по ним, и даже те, кто умеет это делать, пытаются сделать фото ребят, которые вот уже, как бы они сейчас выглядели, например. И вот будет, как вы сказали, 25 мая Международный день памяти припавшей детей информация будет размещена во всех регионах, которые участвуют в этой акции. А скажите, вот так как там болото есть, болото каким-то образом проверялись? Потому что ведь это тоже версия рассматривалась. По возможности там, где можно было пройти, конечно, проверялись. А там, где невозможно, соответственно, не проверялось? То есть чисто теоретически там и тела могут быть возможны? Чисто теоретически есть места, которые невозможно проверить. Без спецтехники? С техническими средствами на данный момент. То есть вообще невозможно ничем проверить? Ну, там вот в данном случае, по-моему, не было. Но у нас есть, например, разработки торфа старые. И там могут случаться спонтанные провалы. Если человек туда каким-то образом попадает, то может быть такое, что его и не найдут. А вот сразу после пропажи было ведь много людей, которые сообщали, что они видели... Да, это очень было много свидетельств, на самом деле. И не только в Апаринском районе, но и в Кирове, и в других районах области. И было два штаба развернуты. Один работал на месте, вот активные поиски. Второй работал в городе Кирове. Я вот принимала участие как раз в Кировском штабе. Мы расклеивали ориентировки, мы опрашивали все, буквально все, что могло говорить. Мы опрашивали, заходили во все магазины, во все заведения и так далее. И опрашивали, например, что не увидели ли вы мальчиков, можно ли оставить ориентировку. В общем-то все люди шли навстречу. Если кто-то сообщал, что видели похожих мальчиков, сразу же одного, допустим, похожего или двух, сразу же туда направлялись люди для проверки. Смотрели камеры, опрашивали, кто это мог быть, но ни одно из них не подтвердилось. Предполагалось, что ребята каким-то образом могли попасть в Киров и здесь, например, прятаться. Ну, по какой-то причине. Поэтому отрабатывались версии, что они могут где-то быть в подъезде, в подвале, на чердаке, прятаться в каких-то там укрытиях у других разрушенных домах. То есть все тщательнейшим образом осматривалось. Мне кажется, почти вся Кировская область. А можно сказать, что это были самые масштабные поиски в области? А сколько человек не подсчитывали? Вот я тоже хотела спросить. Сколько человек в общей сложности приняло? Это невозможно подсчитать, на мой взгляд. То есть если на месте от 300 до 500 волонтеров находилось активно, то в Кирове это могло быть в какой-то день 50, в какой-то день 100, в какой-то 20. То есть люди, когда у них было свободное время, они говорили, я хочу помочь. Кто-то помогал на месте, кто-то распространял информацию. Работало очень много людей по сети из разных регионов. То есть общее количество людей почитать невозможно. А на месте сколько работали? Какое время? На месте штаб был свернут 14 ноября. То есть получается 11 дней длились поиски. Наверное, это самые длительные поиски из тех, что на моей памяти случались. А в среднем сколько? А в среднем сколько ищут? Это зависит от многих условий. Тут нельзя так сказать. От погоды, от местности, от вводных данных и так далее. 11 дней – это много. Все равно уже хоть кто-то находится за это время. Хоть где-то, хоть как-то. Видите, дело в том, что по прошествии 11 дней активная фаза теряет свой смысл. Потому что если они находились где-то в ближайшей местности, доступной, то это уже осмотрели. Если не нашли, по второму кругу сейчас все говорят, что осматривают. И версии еще раз перепроверяются все. Если они куда-то уехали, то за это время они могли достаточно далеко уехать, уйти, попасть в другой регион. То есть на месте смысла активной поиски продолжать не было. Распространение информации, проверка каких-то свидетельств, отработка разных версий, в том числе и криминальных, они продолжаются до сих пор. Сейчас висит плакат, многие отметили, буквально он не так давно появился, при въезде в Киров, если ехать со стороны Котельнича. То есть снова фотографии братьев и информация о том, что они потерялись. Вот как вы считаете, обратили внимание многие, то есть об этом говорят и пишут. Это может дать какой-то толчок вообще эффективно, такая мера? Да, абсолютно. Чем больше мы распространяем информацию, тем больше людей вообще обращают внимание на это. Если раньше они проходили мимо, то может быть этот плакат натолкнет их на какие-то мысли, и они что-то вспомнят, какая-то мысль в голову придет, например. Либо они обратят внимание на других детей, которых увидят без присмотра родители. То есть это все равно очень нужная вещь, и говорить о таких вещах надо. Но это вы сказали не ваших рук дело, то есть не вы размещали плакат, не ваш отряд. К сожалению, нам нужно ненадолго прерваться. Мы вернемся буквально через несколько секунд. Не переключайтесь. В эфире программа «Журсоветы». Мы продолжаем. Сегодня у нас в студии находится гость, региональный представитель отряда «Лиза-Алерт» в Кировской области Александра Яговкина. И мы сегодня говорим о пропавших детях. Скажите, Александра, как давно вообще вы этим занимаетесь, и зачем вы этим занимаетесь? Ну, я пришла в отряд как раз, когда были поиски братьев Кулаковых, то есть это ноябрь 2013-го. Это и послужило причиной? Да. И тогда у нас организовался отряд в Кировской области, и коллеги из Москвы предложили, что хотите, можно создать отделение «Лиза-Алерт» в вашем регионе. Мы, в общем-то, согласились, и вот с тех пор я этим занимаюсь. То есть та история стала отправной точкой для создания нашего Кировского отряда? Я, честно скажу, что я первые несколько дней, там, день-два-три, наверное, смотрела, думаю, ну как, что вот, я понимала, что это далеко очень, и так далее. Но потом я позвонила, спросила, чем я могу помочь. И побеседовав с инфоргом поиска, я поняла, что можно помочь очень многим. И я отправила туда экипаж мужа с друзьями, то есть мальчиков ходить по лесу, сама принимала участие в городских задачах. И с тех пор я этим занимаюсь. Ну, а если говорить о какой-то статистике, сколько детей вот за время вашей работы удалось найти или вообще разыскивалось? Сколько пропадает вообще? Ищем, да, не только детей, как вы, наверное, знаете, больше, чем взрослых, конечно. И вот, да, статистика у нас есть. Если мы говорим вообще, в принципе, за все время существования отряда в Кировской области, это 1425 человек. Это у нас поступили заявки вот на такое количество людей. Из них найдены живы 1110 человек. Из них, вот я могу сказать, что дети до 12 лет, это 125 человек были, подростки от 12 до 18 лет, это 465 человек. Что это за дети? Ну, это треть практически от всех потерявшихся, это подростки и дети. Ну, подростки, они тоже к числу детей относятся. Подростки, большая часть, конечно, они, это бегунки, то есть это дети, которые сами убедают из дома или из какого-то там учреждения. Но достаточно много случаев, когда дети просто теряются в городе. А почему? По какой причине, в общем, может потеряться ребенок? Очень разные причины, это зависит от возраста. Если ребенок еще маленький, то это просто любопытство, например, может быть. Где-то родители не уследили, и он может уйти. Был случай похищения у нас. Был случай, когда дети терялись в лесу, например, вместе с родителями или по отдельности. Ну, убежали от родителей, вот, или за родителями в лес, наоборот. И терялись, их тоже искали. А отличается вообще как-то поиск детей от поиска взрослых? Да, конечно. Поиск детей, это всегда, во-первых, очень волнительно, во-вторых, он более резонансный, приезжает больше людей, желающих помочь. Ну и сложнее, вероятно, да, искать ребенка? Там особенная задача, то есть, если логику взрослого, например, можно как-то предположить, угадать, то логику 6-летнего ребенка практически невозможно предсказать. У нас ребята, которые занимаются поисками, проходят специальное обучение, и они уже знают, в каком возрасте, куда ребенок больше стремится. То есть там, где светло, там, где тепло, там, где интересно, там, где он с друзьями последний раз гулял. То есть обучение специальное, да, существует для волонтеров? В течение всего года, вот пока, когда заканчивается поисковый сезон, это примерно октябрь месяц, мы начинаем обучение, и до начала следующего сезона мы учимся все очень плотно. А сколько вот из детей, которые были потеряны, процент ненайденных? Из тех, что были потеряны вот за все это время, у нас ненайденными остаются братья Кулакова, Сережа и Вова. Всех остальных нашли? Да. Действительно, это самое загадочное исчезновение, потому что столько времени прошло, и никаких даже следов. А вот ваши коллеги из других регионов, может быть, рассказывали подобные истории, где-то еще были? Ну, просто интересно. Да, есть истории, дети пропадают. Вот была история, когда прямо с пляжа, с паза отдыха девочка пропала, и с тех пор ее нигде не нашли. И вроде бы даже и не видели, что она к воде, например, подходила. Бывали истории, когда двух детей видели играющими в поселке, а потом они пропали. Но там, правда, через полтора года ребят нашли, они утонули все-таки. Вот. Ну, случаются ситуации. Вот 25-го числа, как раз в День памяти, мы устраиваем несколько мероприятий. Одно из них – это акция, будет у нас на набережной «Кораблик надежды». Мы запускаем кораблики с именами детей, которые не найдены до сих пор. То есть по России, по нашим данным, то есть те заявки, которые нам проходили, это более двух десятков детей получается. А вообще, в принципе, цифры официальные, они еще больше. Больше. Да, намного больше. То есть нам не все заявки поступают, но еще не всех ребенок присутствует. А сколько детей, потерявшихся, погибает? Ну, вот в частности, в лесу, когда дети блудятся, да, там, без воды, без еды, от переохлаждения? Ну, это небольшой процент, потому что ребенок в лесу все-таки это, в принципе, не так часто случается один. Ну, у нас в лесной среде детей не погибало, к счастью. Я надеюсь, так будет оставаться. Да, находили. Есть одна погибшая девочка, очень трагическая история, но это в городе случилось. А, что случилось? Ну, там похищения было. Это вот как раз про, тоже, наверное, дело было, да, Виктория, если я не ошибаюсь. Да, это тоже мы делали. Вот, Александр, вы сталкиваетесь с этим, ну, что называется, не понаслышке, работаете, там, в самое гуще событий. Вы к нам уже приходили, я знаю, что вы учитель, то есть вы работаете с детьми в том числе. Как вы прививаете детям, не знаю, чувство безопасности, или как это назвать? То есть вы же наверняка, ну, не истории вот эти рассказываете, а как-то по-другому, наверное, воздействовать. Как вообще вот... Ну, на самом деле у нас, кроме поисков, есть еще одно направление, это профилактическая работа с детьми. Мы считаем, что это очень важно. И в Кирове изначально этим занималась, к сожалению, только я. Сейчас у нас целое направление по всей России, в Кирове в том числе. Есть детские инструкторы, которые ходят по школам. Мы устраиваем мероприятия, квесты, тренинги, лекции для ребят разных возрастов. И рассказываем о том, что делать, чтобы не потеряться. Что делать, если ты потерялся. Как себя вести в лесу, в городе, в транспорте, в людном месте и так далее. То есть это достаточно большой материал, он очень проработан с психологами, с криминалистами. Ну, чтобы дети воспринимали, да, эту информацию, потому что я только хотела спросить, ведь может кто-то... Ну, у нас, видите, об этом вообще очень мало говорят, потому что я всегда привожу пример. Правила дорожного движения знают все. Вот я как раз об этом хотела сказать, но когда на практике оказывается, ребенок знает правила и тут же выбегает на дорогу. Останавливаешь, спрашиваешь, он говорит, я все знаю. А вот вы выбегаете на дорогу? Я? Да. Нет. Нет, потому что у вас уже эти правила, они уже записаны на подкор. Чувство самосохранения очень сильно работает. Чем чаще мы говорим с детьми об этом, чем чаще мы примером показываем своим поведением, тем они лучше понимают. И мы, когда приходим в начальную школу, говорим, ребята, как выглядит преступник, как вы считаете? Он говорит, о, он дал в черной маске, в черной одежде, с большой сумкой и пистолетом, и недоброе лицо. Он стереотип какой-то определенный. И мы рассказываем, что нет, на самом деле преступники, они могут маскироваться под обычных людей, любой человек может им оказаться. И мы учим детей, что есть свои, есть чужие, со своими можно взаимодействовать, как-то разговаривать, куда-то идти с чужими никогда и никуда. Школа уроки ОБЖ до сих пор есть или нет? А вот нельзя, ну, это же нормально, когда в рамках урока ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности, детям будут рассказывать все то, что вот вы сейчас говорите. Ну, я имею в виду, что все-таки те уроки, которые проводятся в школе, они ограничены рамками школьной программы. И выступить за них почти не всегда можно. То есть там какие-то корректировки никаким образом нельзя отнести, да? Через Министерство образования. Понятно. А эта профилактика приносит какие-то результаты? Вот что говорит статистика, меньше стало детей пропадать? По статистике я вот сейчас, честно говоря, не готова ответить, как-то не сравнивала. Ну, по вашим впечатлениям. По впечатлениям, да, потому что мы часто бывают, что к одним и тем же детям приходим не один раз, а несколько, то есть чтобы закрепить знания, потом разговариваем с родителями, потом приходят к нам на квесты, и уже на вопрос они отвечают правильно. И когда мы их пытаемся, например, показательно увести, они уже начинают кричать, сопротивляться, говорить, я с вами не пойду, я вас не знаю, вы меня не трогайте. И иногда бывает, что даже такое на улице встречают, говорят, вы к нам приходили, я говорю, здорово, пойдешь со мной погулять? Нет, не пойду, нельзя. То есть вы на практике каким-то образом тоже закрепляете, потому что теорию они не всегда запоминают, и чаще всего не запоминают теорию. Это квасто вот эти как раз, да? У нас нет несколько видов занятий, есть это и лекция, это и какие-то интерактивные занятия, и тренинги есть, и квесты. Это, наверное, самое интересное, да? Вы как будто бы ребенок потерялся, и они должны выбраться, нет? Это в моих композициях. Вот у нас маленьких детей все-таки уже, ну, возраст такой небольшой, там, 4 класс, это самое старшее, наверное, и поэтому там игры построены таким образом, чтобы просто отработать какой-то определенный навык, например, потерялся, стой мы всегда детям, говорю, никуда не бегай, никуда не надо там бежать, кричать, все, остановился на месте, вот мы в игровой форме это отрабатываем. Например, говорим о том, что нельзя подходить к водоему, потому что огромный процент детей гибнет именно на воде. И играем с ними в игру, когда они там, если называешь водоем, делают шаг назад, называешь там что-то другое, они делают шаг вперед, ну, то есть с психологами проработаны игры на разные ситуации. Ну, ведь эту же самую информацию, по идее, родители должны тоже доводить до ребенка со взрослыми. Поэтому мы проводим все родительские сагания и рассказываем обязательно. А для взрослых что-нибудь подобное проводится? Для пенсионеров, например? А вот, да, хорошо. Которые ходят за грибами в лес. Это очень больная тема, пенсионеры. Это прямо вот наш контингент тоже вместе с детьми. Потому что они, ну, и, в общем-то, обоснованно, наверное, считают себя людьми опытными, они же жизнь прожили и знают, но, тем не менее, состояние здоровья не всегда позволяет им адекватно реагировать на события. И, в общем-то, они теряются достаточно часто. И у нас сейчас есть проект, он находится в стадии разработки. Не знаю, можно говорить или нет, с партнерами, мы с нашими из Рядка Банка его разрабатываем. Они нам предложили сотрудничество, и мы будем вести занятия с пожилыми людьми. Вот сейчас это находится в стадии как раз уточнения программы, материала. Пожилые уходят в основном в лес за грибами и ягодами? Почему? Они и в городе прекрасно теряются. В городе теряются? Да, дезориентированные люди очень часто. По статистике, там, по-моему, после 60 лет уже начинаются проблемы с памятью, легкой забывчивостью. В состоянии стресса это может случиться и с любым возрастом вообще, там и 30 лет, пожалуйста, бывает такое. То есть дезориентированных в городе очень много. У нас обычно, знаете, как летом это лес, зимой это город. Вы можете дать какие-нибудь... У нас есть еще время? Нет, у нас есть буквально минута, да, и хотелось бы ваши рекомендации. Да, тоже хотела спросить буквально, может быть, там, три совета. Взрослым детям. Ну, вероятно, нашу программу больше смотрят взрослые, поэтому, наверное... Не выпускайте своего ребенка из вида, знайте, где он находится. И всегда разговаривайте с ним о правилах безопасности. Всегда. Это очень важно. Своим примером нужно это показывать. Ну, а если ребенок потерялся? Если потерялся, можно сразу начинать искать, никаких там полчаса, три часа, трое суток, тем более, это миф какой-то. То есть мама пришла домой, видит, что ребенок... Нет, ребенка позвонила, не отвечает на телефон, начинаем поиски. То есть звоним в полицию, звоним к нам на горячую линию. Если он через полчаса придет домой, ничего страшного, хорошо, что все хорошо закончилось. Но начинать искать надо сразу, потому что в первые сутки, если поступает заявка, 90% что будет найден жив. Спасибо вам большое, Александра, что вы нашли время и пришли к нам. Желаем удачи в вашей работе. Я напомню, что мы сегодня разговаривали о поиске пропавших детей. Меня зовут Надежда Ведерникова. Со мной в студии работали мои коллеги Светлана Халявина, Ирина Сырцева. Берегите своих детей. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok